Острые сосульки и снежные массы атакуют крыши домов и учреждений. Вот, например, дом на Юбилейной. Опасность видно невооруженным глазом. Кажется, рухнет прямо сейчас. Лучше отойду в безопасное место. И такую картину можно наблюдать по всему городу. В некоторых районах свисающие сосульки достигают гигантских размеров – более двух метров. На крышах многих домов, за исключением центрального района города, висят ледяные сосульки. В основном с торца. Крыши над подъездами почищены. Вот только с обратной стороны многоквартирок на больших сугробах любят играть дети. А горожане сокращают путь по протоптанным тропинкам. В начале недели в Пермском крае прошли сильные снегопады. С последствиями стихии коммунальщики борются по сей день. Но есть в Березниках дома, на которых сосульки и снежные глыбы свисают практически всю зиму из года в год. Например, в районе улицы Циренщикова. Сейчас в городе проводятся комплексные работы по очистке крыш зданий. Стоит отметить, что за состоянием жилых домов должны следить управляющие компании и ТСЖ. Чистка крыш от снега происходит по мере необходимости, по мере заснеженности крыш, а также по мере возникновения сосулек. Скажите, пожалуйста, если вот у жителей есть вопросы, куда им обращаться? Непосредственно в свою управляющую компанию или в ТСЖ. 1 марта, то есть это вчера было. В среду работники подрядной организации произвели чистку кровли от сосулек. В настоящее время сосульки опять появляются, потому что идет подтайка определенная. Также была произведена уборка территории от снега. То есть в ближайшее время опять же будет уборка от сосулек где-то через неделю, судя по прогнозам погоды. Ну а если в вашем доме снег и налец крыши своевременно не убирают, то стоит оставить обращение на портале «Управляем вместе». Достаточно описать проблему, прикрепить фотографии и отправить сообщения. Будьте внимательны и здоровы, а мы в свою очередь будем следить за сложившейся ситуацией, ведь впереди весенняя оттепель. Евгения Лосева, Кирилл Яранцев, Владимир Покровский, Никита Игнатьев. Наши новости.